Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Итак, смотрите сегодня выпуски. Есть дом, да нет тепла в нем. И добросовестные застройщики будут держать ответ перед мэром Анапы. Удобный маршрут. На курорте собираются модернизировать транспортную систему. Свет рождественской звезды. Первый фестиваль православной культуры в Анапе зажег новые маленькие звездочки. Глава Анапы проведет совещание с застройщиками проблемных объектов, кто не обеспечил подключение новостроек к газоснабжению. На сегодняшний день в списке 4 адреса. В совещании также примут участие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Сергей Сергеев хочет услышать конкретный ответ на вопрос, когда будут выполнены обязательства застройщиков перед людьми. Как избежать общеустановленного порядка сдачи дома в эксплуатацию? Получить право собственности через суд. Новостройка на Анапском шоссе – самовольное строение. Из 50 квартир газовое оборудование есть в 42. Застройщик забыл о своих обязательствах, как только распродал все квартиры. Газовики разводят руками. Пустить газ они смогут, когда оборудование смонтируют во всех помещениях. Ситуацию обсудили на совещании с главой региона. Губернатор уверен, действия недобросовестных застройщиков должны быть предметом внимания полиции и прокуратуры. Какие можно здесь санкции предъявить в уголовном порядке этому застройщику? Я также санктивой выйду или к начальнику полиции края, и дам ему поручения, или к прокурору. В списке проблемных дома на Парковой 64 и Крылова 15. Технические условия выполнены, дают справку газовики. По документам – так, но по факту – то же самое, что на Анапском шоссе. Застройщик свою ответственность переложил на собственника квартир, ссылаясь на договоры. Люди идут в администрацию за помощью. Так было по Ленина 178, где только благодаря вмешательству местных властей газ дали в декабре прошлого года. Приглашайте всех и по каждому дорожную карту. Когда будет газ? Соберите все дома. У нас есть еще Западная 23, Витязева, Белорусский 8. Все стороны конфликтной ситуации соберутся на совещании в администрации курорта. Никаких проволочек с документами, касающихся строительства объектов социальной направленности и максимальное внимание каждому социально значимому проекту. Такие задачи поставлены перед участниками рабочего совещания, которые сегодня по поручению главы Анапы Сергея Сергеева провели его заместители Людмила Марашова и Владимир Забураев. Разговор шел о планах не только на ближайшее время, но и долгосрочных, так как каждый проект требует серьезного финансирования и поддержки краевого бюджета. Доклад начальника управления образования Натальи Микитюк обозначил проблемы отрасли, переуплотнение школ и недостаточное количество мест в детских садах. При этом население муниципалитета постоянно увеличивается. Есть ряд проектов, по которым необходимую документацию готовит Управление капитального строительства. В их числе школа на улице Ленина на 450 мест, модульные здания на 400 мест на территориях 6 и 12 школ, а также школа на 1100 мест в Алексеевке. Запланировано и строительство в детских садов. На сегодняшний день по улице Лазурная 12 выполняется строительство детского садика на 160 мест. Срок окончания 2018 год. Детский сад на 140 мест в Кутере-Воскресенске, улица Трудовая 4. Проектная документация выполнена, получена государственная экспертиза. Стоимость строительства объекта 97 миллионов. Кроме этого, сад должен появиться в селе Цебонобалка. А у признанного аварийным детского садика Орленок на Крымской не только появится новое здание, но и он станет шире. В дополнительных площадях нуждается и медицинская отрасль. Ряд мер уже принят. Открыт филиал поликлиники на улице Ленина. Кабинет врача общей практики в 12 микрорайоне. В планах до 2020 года приблизить медицину и на селе. В сельском округе Анапском выделено помещение муниципальное. В настоящее время идет ремонт. Планируется расширение дневного стационара до 10 поек. В Гайкозорском сельском округе уже в утре рассвет у нас построено здание врача общей практики на 15 посещений за счет краевого финансирования. Также у нас планируются еще два офиса врача общей практики. Один в Чеконе и один в Усатовой Балке. Есть уже вся проектно-смертная документация. Выделены и определены участки. Все документы с 15 года находятся в Министерстве здравоохранения. То есть мы ждем краевого финансирования. В планах, благодаря инвестиционному соглашению с предпринимателями, планируется передача помещения под офис врача общей практики и строительство филиала детской поликлиники на первом этаже жилого дома. Была обсуждена еще одна значимая тема. На территориях нескольких сельских округов выявлены несформированные земельные участки, на которых возможно строительство новых социальных учреждений. Сформировать их до 1 марта, чтобы они не ушли под коммерческие цели – задача для межведомственной комиссии, в которую войдут специалисты управления образования, здравоохранения, имущественных отношений и архитектуры. По заданию главы города специалисты транспортного отдела администрации начали масштабное изучение автобусной сети. Они в буквальном смысле считают каждого пассажира. По итогам мониторинга в городе и районе могут появиться новые маршруты, а также может измениться движение старых, с учетом прежде всего пожеланий жителей. Однако будут учтены и интересы перевозчиков. Изменения назрели, в том числе и потому, что в Анапе вырастают новые микрорайоны. Автобус номер 107 до хутора Разнакол. В салоне специалист городского отдела по транспорту. Он считает входящих и выходящих пассажиров на каждой остановке. Данные собирают для того, чтобы в дальнейшем усовершенствовать транспортную систему. Разгрузить автобусы в часы пик, обеспечить нормативную загрузку в межпиковые интервалы движения автобусов, ну и обеспечить максимальное удобство пассажиров при поездке. Вот рассматриваем, сейчас вот показало обследование, что на Виноградный необходимо с утра добавлять какой-то маршрут. Сейчас будем смотреть, либо из существующих будем передвигать расписание, либо добавлять туда какие-то права. Начали с пригородных автобусов. У них трехзначные номера. Александр Захаров едет до конечной в Разнакол. Говорит, что лично его все устраивает, но те, кто учатся в Анапе, бывают, опаздывают на занятия. Наверное, добавить, но убыток будет от само предприятия, потому что туда ездят два-три человека. С Юровки сюда в город таких трудностей нет. Только если кто-то опоздает, час будет стоять. По словам Сергея Кисленко, не хватает связи между Юровкой и станицей Гостогаевской. Юрий Кудрявцев не исключил, что по результатам мониторинга такое сообщение появится. Вместе с тем, в самой Анапе выросли целые микрорайоны, которые постепенно заселяются. Здесь многоэтажная застройка, там многоэтажная застройка, там. В настоящее время по улице Парковой всего один маршрут у нас проходит. Это номер 9, городской. Есть еще пригородные, 125, 126, 135, 109. Но они не заходят в центральную часть города, в курортную. Городские маршруты начнут изучать на следующей неделе. В Управлении по делам молодежи пообещали помочь на праве волонтеров. В планах провести аналогичную работу летом. В результате оптимизации системы военкоматов, которая прошла в Анапе и Тимрюке, в администрации города-курорта появилась новая структурная единица – военно-учетный стол, который теперь будет осуществлять первичный воинский учет. Это первоначальная постановка на воинский учет лиц 17-летнего возраста. Мы формируем здесь личные дела и отправляем военный комиссариат в город Тимрюка, Тимрюкского и Анапского района, в город Анапа. Также мы осуществляем постановку на воинский учет лиц, пребывающих в запасе, офицеров запаса, прапорщиков, мичинных сержантов, старшин и снятие с воинского учета. Также осуществляем обеспечение и исполнение граждан воинской обязанности согласно закону об обороне, мобилизационной, закону о мобилизации и закону о воинской обязанности военной службы. Всего в новой организации работают порядка 30 человек, 16 из них в сельских округах. Разработка мер по усовершенствованию работы военно-учетного стола продолжается. Рассматриваются варианты приема здесь призывной комиссии. Пока же ее прохождение обеспечивает военный комиссариат в Тимрюке. Он сейчас обслуживает два района. Военно-учетный стол располагается по адресу Ленина, 177. В городском театре на торжественном мероприятии подвели итоги первой спартакиада Анапской местной организации общественного государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В Анапе общество «Динамо» существует с марта 2016 года. Оно объединило представителей коллектива в шести организации Анапы и Тимрюкского района. 12 мая стартовала первая спартакиада местного «Динамо», в программу которой вошли соревнования по шести направлениям. И вот пришло время подвести итоги. Всех собравшихся со знаменательным событием поздравил первый заместитель Краснодарской краевой организации общества «Динамо» Петр Соколов. Так держать, развивайтесь, проводите больше мероприятий. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго. Интересный экскурс в историю «Динамовцев» в своей речи провел заместитель главы Анапы Сергей Козлов, подчеркнув, что его задачей всегда было и остается развитие спорта и боевой подготовки. Благодаря «Динамовцам» у нас начал развиваться спорт. И задачей это было, прежде всего, развитие спорта и боевой подготовки, прежде всего, наших силовых структур. В 1937 году за развитие спорта «Динамовцам» было присвоено орден Ленина. Это заслуга всех «Динамовцев». Мы знаем своих героев, знаменитых спортсменов. Это тот легендарный Яша, борец Карелин, Людмила Турищева. Это наш замечательный бегун, биатлонист и на длинную дистанцию. Это видение. «Динамовцы» леют наибольшее количество олимпийских наград. Наград чемпионата мира и Европы. Свыше 700 медалей. Праздник продолжили церемония награждения победителей и призеров спорта «Киады», а также яркая концертная программа. Свои номера «Динамовцам» подарили творческие коллективы Института береговой охраны ФСБ России и Анапского отдела МВД. По результатам соревнований на третьем месте оказался отдел МВД России по городу Анапе. На втором – войсковая часть 11-380. А лидером в итоге стал Институт береговой охраны ФСБ России. Анапа присоединилась к фестивальному движению «Свет рождественской звезды». В нем приняли участие 18 коллективов со всего муниципалитета. Лучшие из них выступили сегодня на сцене Центра культуры Родина. Организаторы говорят, что фестиваль удался и намерены сделать его регулярным. Рождественские колядки – неотъемлемая составляющая кубанской культуры. В отборочной части принимали порядка 20 солистов и коллективов. Четыре из них вышли в финальную часть. Организаторы говорят, что одна из задач была раздвинуть временные рамки Рождества. Все святки шли отборочные туры. Мы себе ставили целью, чтобы объединяло как раз самое дорогое, что есть в сердце каждого кубанца. Это православная вера, православная культура. Именно вокруг этого, чтобы мы все сплотились в рамках программы управления воспитанием, которая в городе действует, которая говорит о том, что мы все должны объединиться для воспитания школьников. И культура, и молодежная политика, и образование. Я думаю, это получилось. Это великое дело быть верующим человеком, знать о Христе, следовать Его повелениям, Его заповедям, следовать вслед за Ним всю свою жизнь. И вот свет рождественской звезды нам указует этот путь. Марула из Витязева. Ее дочь Полина учится в первом классе. В школьной постановке танцует в роли Ангела. Мама довольна тем, как она выступила, и фестивалем в целом. Конечно, полезно. Сами все это проходили, каждый фестиваль, каждый конкурс, и везде участвовали. Вероника из гимназии Эврика. Она готовится к выступлению в составе сводного хора. В нем участвуют как ученики, так и учителя. Песню «Ангелы и надежды» разучили специально к фестивалю. По словам девочки, принимать участие в нем интересно. Потому что это как бы такое рождественское что-то. Рождество, это рождение Христа, это очень такой праздник хороший. Организаторы говорят, что выбирать лучших было достаточно непросто. В городе развита система дополнительного образования. Ребята поют, танцуют. В холле выставка работ. Вот, пожалуй, самый знаменитый евангельский сюжет выполнен в самых разных техниках. Помимо этого есть рисунки, поделки из природных материалов. Это фестиваль, который всплотит всех участников образовательного процесса в плане духовного воспитания детей. И, конечно, мы не говорим только здесь о православии. Мы говорим вообще полностью о духовном воспитании. И вот этот фестиваль – одна из ступенек к этому направлению. Организаторы планируют сделать фестиваль постоянным, постепенно увеличивая число участников. Тем более, что потенциал для этого есть. Наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ